Продолжаю крушить, смотрите, вот эти старые выкину, зеленые, потому что они со мной чуть ли не по 20 лет. Как я уже сказала, собираюсь оставить только две люфы, эту может быть даже пересажу в другой горшок, в черный, а может я их и обе пересажу в черный горшок, потому что я хочу зеленые, эти старые выкинуть. Так, ой, это же все помыть, 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 надо помыть. Вот это вот, вот это, я перевернула, там где была картошка, срезала. Сейчас я попробую, знаете, это хорошо гепнуть об балкон, чтобы посмотреть, есть ли там хоть какая-то картофелина. Значит, я ее посадила, я посмотрела 9 сентября. Ну, посмотрю сейчас, что там выросло. Сказано, сделано. Смотрите. Когда я последний раз высаживала, у меня получилось полкилограмма молодой. А тут, наверное, еще и старая осталась. О, смотрите. Так, молодая, что-то так плохо наросла. Так, ой, я так люблю такую маленькую. Я ее всегда в Украине покупала на рынке. Ну, в общем, я так понимаю, картошечка-то навязалась. Ну, только она как-то плохо выросла. У меня, я помню, когда в прошлый раз высаживала, тут так, да, это было, считалось мелкая, а была крупненькая. Ой, так, ну, такая вот получилась. Сейчас я посмотрю, может, еще есть. Вот я посчитала, завязалась 18 штук. Ничего так урожайность. Только что-то долго растет. Ну, наверное, это сорт такой, который растет довольно долго. Смотрите. А ту, которую посадила, она, между прочим, сама как новенькая вся. Вот, смотрите. Ее тоже можно еще использовать. Если хочется, если надо. То есть она как бы ростки распустила, а сама даже и не сгнила еще. Ну, такой у меня получился урожай. Ой, сварю сегодня, может быть, эту картошечку. Помою, потом покажу вам. Продолжая тему балкона. Балкон в процессе, сейчас у меня вечер, в процессе помывки и, так сказать, раскурочивания. Вот осталось пока тут два горшочка. Ту я уже половину помыла. Ну, не так, чтобы сильно. Ну, уже достаточно помыла. Теперь дальше. Здесь надо все вот эти длинные-длинные такие горшки помыть. Некоторые я уже сполоснула. Помыть. Просушить их завтра. И все запакую в ящик. Это еще осталось. Это еще на завтра работы. Ну, тут такой кусочек, он ничего. Тут у меня никогда особо... Не, стояли цветы, но давненько уже. И тут как-то такого ничего особого нету. С землей не надо сильно возиться. Вон, тапочки помыла, которыми ходила тут по земле. Пускай посохнут. У нас такая, знаете, ветрюган хороший. И дождь пошел. В общем, погода как раз соответствует тому, что я делаю. Ну, продолжение покажу потом дальше. Когда уже балкон закончил, и он останется, ну, практически в первозданном виде, как мы его получили. Ой, такой большой стал, широкий и свободный. Ага. Еще немножко, еще чуть-чуть. Пару последних штрихов, и балкончик уже будет совершенно возвращен в свое первоначальное состояние. За исключением двух вот этих вот люф. И то я их сейчас собираюсь пересадить. Потому что я хочу те зеленые горшки, в которых они стоят, выбросить. Тем горшкам уже по 20 лет. А пересадить вот в эти два черных горшка. Ой, еще немножечко, еще чуть-чуть. Ну, а вот это вот нет. Это я пока, наверное, ну, доставлю еще на пару дней. Этот укроп, петрушка. Ну, пусть пока побудет. А потом все это посрезаю и в заморозку пойдет. Ну, за исключением цветочка. Цветочки, может, кому-нибудь подарю. Ага. Устала, как собака. Ну, знаете, так, кажется, то что тут все это повытаскивать, так, помыть. Балкончик я тоже вот помыла. Пересадила эту люфу. Не знаю, как она будет расти. И одна, и вторая. Что-то мне эта большая какая-то с желтыми листьями, может, они такие должны быть. Ой, ужас. Ну, и это ж, как сказала, оставила еще. Наверное, может, завтра или послезавтра, или там уже ближе к переезду. Это все уберу. Ну, это ж, знаете, это ж не так просто все, что ты взял и все это убрал. Все это надо помыть, потому что оно все в земле. Все грязное. Вот я тут уже все помытое, посушенное. Кое-что, кое-что, за исключением моих тапок, кое-что вот я уже в коробку поставила. Вот. Это еще подставки пока еще не в коробке. Да, в общем, еще дел-дел. Слушайте, скорее бы уже. А ну, знаете, если был бы переезд, так уже так это быстренько все, раз, два, три, поделал, поделал. И уже все. И уже переехал. И на этом бы дело закончилось. Ну, поскольку я еще не знаю, куда я буду переезжать, и как я буду переезжать. Не, как я приблизительно знаю. А вот куда, я еще не очень знаю. Поэтому. Поэтому. Ну, пока еще никаких сведений нет. Ну, я думаю, даже если люди уже выселились, то, знаете, это не значит, что они там прям побежали, сразу там ключи отдали. А ключи они отдали в одно место. А эти ключи должны быть переданы моему кейс-менеджеру Кевину. А это не значит, что он так прям побежал. А понедельник у нас был нерабочий день. Вот. Поэтому. Поэтому. Не так все быстро. Но это я вам на закуску. А то там насмотрелись на какой-то там балкон, на который, что там смотреть. Вот. Поэтому я вам на закусочку, так сказать, полюбоваться. Красивенькой такой, орхидеечкой. Которая называется Green Panda. Зеленая Панда. Может, не все это знают. Еще. И вот две орхидеечки, которые вы практически не видите. Они очень далеко стоят. Там на полочке. Это такая мини-орхидеечка. Цыганский праздник называется. Очень красивая орхидеечка. Я бы сказала, неприхотливая. Всегда цветет таким букетиком. Такая яркая расцветка у нее. Знаете, камера очень хорошо передает ее цвет. Такая красивая, удивительная орхидея. Ну и вот эта Грация, которая мне очень нравится. Это тоже такая, тоже неприхотливая. Цветет себе и цветет. Полагается цвести, она выпускает цветонос и цветет. Бывает иногда такое более пышное цветение у нее. Иногда бывает такое более скромное цветение. Я уже не помню, какой раз она у меня цветет. уже четвертый раз. Но она еще только вот распускает. И смотрите, прям, ну я не знаю, что-то у меня на этих, на всех орхидеях в этом году, прямо смотрите, бутон не может раскрыться, потому что сидят прямо один у одного на голове. Я не знаю, чего они так. И что, интересно все так орхидеи. Не только Грация там или еще какая-нибудь орхидея, что их потом должна вытаскивать и расправлять. Да? Смотрите, какая красота. Это вам бонус, за то же вы смотрели вместе со мной на этот такой балкон, который стал теперь такой большой, широкий и совершенно как новый. Ну, увидимся еще. Я еще собираюсь с вами тут посидеть на лавочке, отдохнуть. Ага. Редактор субтитров Корректор А.